Даже не хочется ничего говорить. Так как-то комфортно заглянуть в рюкианское мирозавоевание после небольшого перерыва и просто послушать музыку Европы Универсалис. Ну что ж, друзья, я вас приветствую давно, наверное, или недавно. Ну вообще, в течение времени это достаточно индивидуальное представление. Напишите в комментариях, давно не было рюкианского мирозавоевания серий? Как по мне, так давненько. Я даже успел подзабыть, что да как, но ничего. Лист, дорожную карту с 22 декабря 1659 года рюкианского мирозавоевания составлен. И мы будем следовать этой дорожной карте. Но на самом деле, чем дальше, тем сложнее. Сложнее строить планы. Эти планы уже касаются не того, что и где построить. Это легко. Тут, как говорится, непаханное поле, лишь бы распахать. Всегда при таком количестве провинций. А у нас провинции с вами на данный момент. Провинции, провинции, провинции. Как же посмотреть количество провинций? По-моему, количество провинций где-то вот тут вот смотрится. Число наших провинций 937. Число незаморских земель равно 138. В общем, 937 провинций. Это 937 потенциальных разных построек. Строй перестраивай. Тяжелее планировать войны. Вот видите, у нас идет война в Венеции. Достаточно нелегкая война. Ладно, начнем с действия, а потом поговорим. Что я себе запланировал? Во-первых, мануфактуры. Мануфактуры у нас 1, 2, 3, 4. Нет, не с мануфактур начнем, а с вассалов. Вассалам раздадим бабло. Кто что занимал от нас, получит денежку. И будет чувствовать себя великолепно. Долги отдадим разным рюкюанским, мексикам. Мамлюкам долги выплачивать мы не будем. У них если что-то случится, то они очень легко... Ну, их долг как бы сгорит. Или выплатить. Ладно, выплачу. Потом накопят новый долг, и уже он сгорит. Как говорится, кредиторы все забудут, когда мамлюки станут не мамлюками. Это будут общие потери. Так, а теперь строим. Мануфактуры. Кагаян, Палаван, Сула, Билетанг. Это наши колонии. Кагаян, Палаван. В этих самых. Скажите, я скажу. А, да, кстати, насчет колоний. Перед тем, как строить, кое-какую вещь стоит сделать. Стоит понизить инфляцию. 67 очков мы еще можем для понижения инфляции потратить. Теперь у нас 8.81. Всю инфляцию я скидывать не буду. Это будет слишком неправильно. Потому что мы тратить очки все равно будем. На национализацию и всякое такое. Но теперь нам все немножко дешевле, по идее, должно стоить. 469. Видите, здесь показывают 479. 10 дукат сэкономили. Богатство. Палаван. Где этот Палаван? Палаван Кагаян. Палаван Кагаян. А ну-ка. По идее, я должен знать, где наш Палаван. Но не знаю. Забылся. Конечно, от этих мануфактур, на самом деле. Я их строю. Сула, Билетанг. Да нет. От них доход. Великий. Ничего. Сула, сула, сула. Причем величайший доход. Чтоб вы поняли размер этого дохода, величайшего, просто стоит посмотреть на прибыль от Цейлона. 330 дукат. А эта прибыль, она из Филиппин тоже течет. Из Филиппин 4 дуката. А будет больше перетекать, умножаться. На каждом этапе. Тут уже 141 дукаты. Наша торговая эффективность. Но на самом деле, это краткосрочный момент, когда мы так много зарабатываем с торговли. Мы будем зарабатывать куда меньше. Куда меньше. Вот он, Билетанг, взятый у Португалии. И тут тоже мануфактурка. Самое главное, что мы сейчас будем строить, это храмы. И храмов у нас на самом деле много. Например, в Македонии может быть построен храмовый город. В Софии может быть построен храмовый город. Дальше. В Ассалу построим храмовые города. Там, где они должны быть. Чтобы Вассал успел обратить это все дело. Тунисус, Нордиланд. Нордиланд, это у нас где-то здесь. Сколько? 9 развития. Ну, так и быть. Я решил слить денежку. 15 тысяч денег нету. Остиланд. Хватит строить, рогатая жаба. Но рогатая жаба не может остановиться. Он уже начал. Фин. Сатсума. Это все для того, чтобы с религиозным единством проблемы решить. Ну, как бы не решить проблемы, но немножко помочь себе. Сатсума. Здесь у нас резиденция Верховного Судьи. Зачем она нам? Нафиг надо. Лучше 341 дукат на ветер пустим. Санкт-Петербург. Конечно же. Как это мы здесь не построили? Ничего. Давно должны были. Так. Где оно? Вот 341 дукат. Дальше. Або и Йохиго. Где это интересно? Или АДО. А. С большой буквы. Або. И Йо. ХИГО. Это решаем японские проблемы. Так. БЕРГ. Сложное название. Тоже резиденция Верховного Судьи. Нафиг она нам тут? Ну, может быть, когда-нибудь в будущем пригодится. Так. Есть. И. Вот еще есть провинция. У вассала, где можно построить. Пусть крестит. Может быть, однажды перекрестит. И. Вот еще одна провинция. На 20 развития. Но здесь уже строится храмовый город, да? Серьезно? Нет, не строится. Надо переключать, чтобы увидеть. Все. Готово. У нас было 20 тысяч. Только что 8 тысяч дукат. Как съела и сняла рукой. Следующее, что нас ждет. Сначала мир с Венецией и отдать пробы в Иберии, Каталонии. А, да. Самое главное. Спасибо большое, Лавлока, за поддержку дукатами донатными. И ты заказывал армию Шведенфри. И эту армию мы создадим. Давайте сейчас все наши именные армии найдем. Эту армию мы создадим где-то на пороге войны с императором Священной Римской империи. Брабантов. Пусть вот эта вот армия 55-я у нас теперь будет Шведенфри. Можно, конечно, в Швеции создать эту армию. Но уж лучше эта армия прибудет в Швецию после великих трофеев, трофейных побед. Да, не мог назвать до этого, потому что, к сожалению, ну, серии были предзаписаны. Соответственно, вот как предзапись кончилась. Так, а ну-ка, давайте посмотрим, где в нашей армии храмовые города, строительство. Где армия? Не говорите, что в самый низ завели. Есть. Именная армия готова. Где-то тут она. Да. Ибериан. Хиндус Фанатикс. Есть Шведенфри. И еще должна быть МСЛ Элит. Да, три именных армии у нас на просторах Рюкюанского мира завоевания бродят. Но хорошо, этот пункт тоже готов. Попробовать забрать моряков у колониальных автономий. Это мне посоветовал Вон Пункт. Ну, я не знаю вообще, стоит ли трогать колониальные автономии. Все-таки у них будет высокое желание. Не у всех, конечно, но число моряков, которое вы получите от них, равно 1095. Ого. А так-то неплохо они поделятся моряками. 1095. Давайте заберем. И можно так несколько раз. Что, прямо ограбить на моряков? Рюкюанская Лаплата, 265 моряков. Все, 1721 моряк у нас есть, но на самом деле у нас моряки сейчас в плюс идут. Мы могли бы остановить кое-какие операции наших кораблей, флотилий, например, и моряки бы пошли очень резко в плюс. У нас прирост числа моряков 547. Если бы мы остановили, к примеру, наши торговые кораблики, то прирост бы увеличился 300 моряков за месяц. Мы бы столько не тратили. Сейчас единственный флот, который с нами может соперничать, это флот Китая. И вот потрепать нервы. Только потому, что у нас все флотилии, сколь-нибудь мощные, на самом деле в Европе воюют. Но Китай я пока трогать не планирую. Он мне приносит очки правителя. Скоро мы им займемся, но дайте время напитаться от него очками правителя. Так, переместить торговца. Это тоже хороший совет. Не помню, правда, от кого, но спасибо за совет. Я тут даже написал у Кореи, какую провинцию потребовать. Из мыса Доброй Надежды в Севилью. А вы, кто давал этот совет, напишите в комментариях под видео, чтобы мы знали наших героев. Ну, я вообще не думаю, что особо много прибыли из Севильи получу. Но есть такие торговые узлы, которые мне приносят не так уж и много. Самарканд, мыс Доброй Надежды. Даже можно было бы попробовать перенаправлять. Хотя он и будет, естественно, перенаправляться, к примеру, сюда. Сам, конечно, этот доход тут 85%. Влияние здесь 54%. То есть мы меньше дукат тут получим, но больше дукат получим тут. Так, из Самарканда. Нет, из этого самого мыса Доброй Надежды. Сюда получать прибыль через 47 дней. Нужно будет посмотреть, каков результат. И в Ла-Манш можно из Самарканда направить торговца. Правда, тут у нас всего 25%. И то, видите, барабант основной. Но тут 37 дукат вращается, поэтому, может быть, прибыли много. Самарканд. Самарканд не богат. 581. Да, чуть-чуть дукатиков потеряем, но через пару месяцев, может, поднимем больше. Поднимем. Так, самое важное. Убрать чертов эдикт. Акт об интеграции. Все. Я про него чуть не забыл. Убираем. И у нас прирост очков уже по 13 идет. Сейчас посмотрим. Мамлюков я выписал, когда. Эдикт надо поставить в 66. Так-то они присоединятся в 71. И надо успеть что-то сделать с отношением к нам Каталонии. Его надо повысить, чтобы врубить эдикт присоединения мамлюков и врубить присоединение Каталонии. Каталония единственная страна, которую имеет смысл начать присоединять параллельно с мамлюками. Потому что Шотландию нам еще готовить надо. Шотландии надо отдать территории Британии хотя бы частично. Чтобы у нее хоть какое-то развитие появилось. Так-то она очень маленькая пока по развитию. Всего 83. Про Грузию я вообще молчу. Тут нужна война с османами такая, чтобы Грузию раскормить. И нам нужны вассалы, друзья. Нам нужна Венгрия. И кроме Венгрии еще кто-то. Я смотрел в сторону Британию, но кто-то подсказал, что 25% доп. дип-аннексии будет стоить. Это, конечно, учитывая, что у меня все-таки есть дип-очки, не так много. Поэтому я бы от Британии отказался. Я бы лучше выделил Новгород, например. Начнем с Новгорода. Тут как минимум каких-то 70-80 очков будет. Давайте я себе в документ внесу. Десятым пунктом выделить вассала Новгород. Если повезет, у него и религиозные идеи будут. Если повезет. Еще Венгрия-Новгород. Может быть доберемся какую-нибудь Бургундию выделим. А вы напишите, что вы думаете про этих вассалов. Как они как вассалы. Милан мы уже тю-тю, так сказать, не можем. Может Грецию выделим. Греция тоже там часть развития будет. И можно будет вассалов каких-то здесь повыделять. Это то, что я подготовил. Есть еще колонии. Надо с колониями решить, потому что мы практически доколонили вот эту область и вот эту область. И надо отсюда колонистов забрать. Во всяком случае, вот этого колониста точно отозвать. Где-то еще, да, наш колонист работает вот тут. И вот этого колониста можно отозвать. И две колонии новые на следующий день поставить. Так. Османская империя что-то хочет, но у нас два колониста. Пофиг на Османскую империю. Колонии я себе выписал Гарантало. Закрываем брешь и тут всего на 5 развития. А, да, кстати, армии поперемещать. Че это я так... Ну, лимит снабжения здесь должен быть велик. Так и заберем отсюда армию. В Гарантало отправим и следующая сумба. Тоже на 5 развития. И тоже сюда надо будет привезти какие-нибудь войска. Какую-нибудь тысячу в сумбу. И такую же тысячу в Гарантало. Все. Проблемы колонии мы таким образом решили. Дальше. Ждем. Конец. Ну, 60. Я так понимаю, 61 года ждем. И тогда без штрафов сможем взять технологии. Сэкономив очки тем самым. На опережение брать не стоит. Ну, профита никакого не получим. Пока проценты эти есть, мы уже этот профит получаем. Поэтому надо ждать, пока придет нужный год. И да, есть вещи. А ну-ка. 49, 21, 57. Военных очков у нас много. В принципе, раз мы еще 2 года будем ждать. Это надо было с самого начала делать, да. Потому что нас кузница, получается, простаивает. При соединении. Из-за того, что много военных очков, надо было бреши в стенах разбить. На самом деле, да. Крепости тут мощные. Африканское с одной умением 4,4 против 47. Это просто жесть. Понятно, чем мы их не пробиваем. Давайте. Упанем. Штурмовать не будем. Слишком большие гарнизоны по 5 тысяч. Это надо хорошо приготовиться, чтобы это все дело, эту всю фигню штурмовать. Тут пушки тоже есть, да. Пробить, не пробить эту крепость. Можно пробить. Очков-то много. Не знаю насчет этой крепости. Минус 49. Ну, тоже можно пробить. Все. Полетели. И я, по-моему, хотел... Да, у нас очки пока будут копиться. Нам, конечно, есть куда военку сливать. Мы можем очень многое за военные очки делать. Но пока так. Так, Грузия. Грузия, Грузия, Грузия. Что тебе отдать? Следующий, с кем мы войну будем? Ну, перед тем, как объявлять войну, конечно, нужно еще кое-что. Франция. Октябрь 1660-го. То есть, через год. К Австрии можно подготовиться. Я претензий не успеваю на нее склепать никак, к сожалению. 35,6. Ой, а мамлюки какие-то прям быстрые. Было 48, а сейчас 35. Это получается всего 10%? Да ладно. И что, я должен сюда какие-нибудь войска перевезти? Что мне здесь стоять-то? Чего ждать? Иди помоги разбить этих повстанцев. Что у меня еще за повстанцы? Юкония. Дворяне. А, ну это не моя проблема. Там колониальная автономия справится. Дальше. У нас же скоро, очень скоро война Суисуги. Ну, в 63-м. Ну, в 63-м это означает, что крепости они тут не построили. 10, 9 и 12 развития. Ну, как бы войска надо подводить. Чтобы иметь возможность вторгнуться с любого направления. 2000, а тут 7000. То есть, допустим, можно подвезти войска сюда. И сюда же отправить корабли. Не подготовил я список крепостей, которые можно разрушить, к сожалению. Ну, а стоило бы это сделать. И что мы ждем? Есть. Что-то мы взяли. Мы взяли одну из крепостей. Да. Заразная крепость. Жестокая, жуткая, жесткая. Прям вот неприветливая вообще. Жесть. Я бы вот эту крепость у них отобрал. Думаю, что они ей отдадут. И да, мне надо еще вот это вот забрать. Тут венецианцы какие-то силы собирают свои. А ну-ка, а что я сюда веду свою армию? Где у меня тут риски восстаний? Вроде тут никто восставать не собирается. И чего моя армия тут стоит? 22 тысячи. Тут тоже вроде никаких рисков восстаний. Ну, кроме как. Но тут Трюкланская Австралия, если что, справится. Или мы ей поможем. В общем, надо везти войска. Надо везти их, наверное, вот сюда. 1 января. Есть какие-то восстания? Нету. У нас минус 9 к рискам восстаний. Жесть. В общем, вы понимаете, когда ваша империя становится такой большой, управлять ей становится адово сложно. О, мы открываем по чуть-чуть территории. Точнее, они сами открываются перед нами. Распахиваются открытыми дверями. 4 тысячи пушек. Ну и чего вы тут стоите? А ну, вперед. Вас только что пригласили на новые территории. Давайте побыстрее заберем вот эти территории и захватим вот эти территории. Сюда мы не пройдем и сюда мы не пройдем. Ну, вот сюда разве что пройдем. Можно было бы попробовать еще крита садить. Как минимум было бы польза. А можно посмотреть, где тут они бродят, ходят. И где их тут ловить. Че у нас здесь с рисками? Тут у нас рисков, да, нету. Зато есть дофига пушек. Надо две армии соединить в одной провинции. Потом правильно их разделить и отправить, соответственно, армии в разные стороны. Тоже рисковоста не нету пока что. 1 января. Что-то я такое важное хотел сделать 1 января. Ну, вот уже не помню. 5-5-10 процентов. Да, еще годик ждем. Ну, с админкой не проблема. Админку мы сейчас с этой самой возьмем, с Венеции. А что, тут у нас флот нам не помогает никак? 8 тысяч венецианских войск, а их всего 18 тысяч. То есть еще где-то 10 тысяч бродит, не больше. Мы часть флота тут оставили. Часть флота помогает сюда. И часть флота у нас стоит тут. Половинки флота. А ну-ка идти помочь Гену осадить. Я так понимаю, этот флот сюда плывет. Потому что этой флотилии религия не позволяет правильно высадиться. И она вообще не высаживается. Окей. Вот за это я такую автотранспортировку, за которой не следишь и не люблю. Перевезем сюда. 6-е, 8-е января, 10-е. Да, жаба, погодь. Войну нельзя объявлять сейчас никому. У тебя есть свои дела. Так, с Лондон. Лондон это прям... Тут должно быть 65 уже. Почти 64,7. Мы подождем Саммерсет и Кент. Но сейчас следующее, куда мы отправим. Сиена, Пиза, Ферензе, Парма, Стокгольм. Сюда везде стоило бы ставить... Ну, Стокгольм нет, не получится. До какого не получится? До 60-го. До декабря. То есть до конца. Вот сюда, наверное, отправим. Куда же еще? 6,3. Сила миссионера. И потом владение сюда поставим. Пока пусть будет. И надо проверить, как там наши колонисты прибыли. Сюда бы надо, конечно, побольше их привезти, а то как-то маловато. И что у нас тут? 12 тысяч готово. В следующий раз Португалию ждет приятный сюрприз. Ну что, рюкюанские мирозавоеватели? Нам скучать некогда. Еще один месяц прошел. И у нас в Яркенде 35 тысяч сепаратистов. А также Альва восстает. Ой, еще и у Мамлюка в Шамарское восстание. Мы, правда, к нему спешим. Или не спешим. У Шамарского восстания есть все шансы. Надо бы кого-то поставить. Кто поспешит, но ставить, откровенно говоря, некого. Ну и кто же у нас будет давить Шамарское восстание? Кому ближе? Все. Идете на сторону Мамлюков. А Альва где? Не знаю, но... Так, скорее. Шпионская сеть. Шпионская сеть. Я себе выписал провинцию. И это у нас... Вот эта провинция. Она выиграла конкурс среди всех провинций. Тут 15 развития, 8 развития. Тут аж 16 развития. И только за счет того, что это максимум развития, что мы сможем ее потребовать, она и оказалась. Если были провинции с крепостями, я бы взял их. Но, к сожалению, таковых нет. Поэтому давай сюда. Все. Больше мы не клепаем шпионскую сеть. Дальше у нас шпионская сеть на АВУ создается. Ну, такое, конечно, на нее создавать шпионскую сеть. С АВУ и перемирие в 63-м. Я бы предпочел, к примеру, на какой-нибудь Китай шпионскую сеть быстрее создать. И забрать у него какую-то провинцию. И у нас появился свободный дипломат, который мы можем использовать. Так, но я забыл про восстание. Яркент. Яркентские сепаратисты. У нас тут есть силы. Их надо привезти. Еще одна крепость была взята. Да ладно. Вот так вот пробили стены. И очень быстро сдались все. Плюс 2 Касаде. У тебя 1 Касаде. Ну, можешь помочь захватить. Это 75 уже. Венеция практически готова отдать нам 100 счета. Из территории Венеции мы и начнем захват. Ладно, давайте сюда пойдем тогда. Я думаю, мы их разобьем. И самое интересное восстание в засушливых землях. 35 тысяч. Вот тут нам, конечно, помощь генерала была бы. Полезно. Полезно. 26 тысяч. Положиться на мощь наемников. Есть тут пихпо этой самой. Совсем чуть-чуть. Ну, ладно. Неприятно, неприятно, неприятно. Но решим. Через 30 дней попробуем замириться. О, хорошо, что разоблачили чертов мин. Еще одну провинцию взяли. Молодцы. Как бы вам сюда добраться. Но там тоже крепость. Я прям даже не знаю, есть ли смысл туда идти. А сюда есть смысл ввести только пушки. Так вот. Тут разберемся и без... Потеряем, к сожалению, рекрутов. 13 тысяч, 21 тысячи и 6 тысяч кавалерий прибудет 20 февраля, прибудет 19 февраля. Ну, пусть армия с пушками начинает сражение. Я не против. А ну, давайте посмотрим за это время, что у нас в торговле случилось. Севилья 0 дукат. Еще не приехал. Аламанш 13 дукат приносит. Получили ли мы невероятный прирост деньга? Так, ну, определенно стали немножко больше зарабатывать. Ноламанш, который нам приносит 13 дукат, 15 процентов. Мы могли бы у Шотландии потребовать, чтобы она отдала нам торговлю. Но это всего 4,2 торгового влияния. Ее тут даже не видно. Тут утрех, трюки. Ну, тут с такими серьезными ребятами мы спорим, что пофиг. Но 13 дукат, это лучше. Посмотрим, сколько мы отсюда будем зарабатывать. Я так понимаю, что больше стало приносить нам берег слоновой кости. 47 дукат. Да, за счет того, что к нему теперь идет. Так, друзья, пауза небольшая. Встретимся чуть-чуть позже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну, что, великие армии рюкюанские, что вы тут стоите? Может, вас куда-то надо везти? Что-то прям везде и рисков восстаний стало мало. Но, учитывая религиозную карту восстаний, здесь и так будут. Верить в это себя не уважать. Они просто сейчас не проклевываются. Сепаратизм, когда спадет, в принципе, уровень автономии снизился. Ага, до 60-го. Не, восстаний здесь не будет. На самом деле, получается, мы можем эти 27 тысяч уводить куда-нибудь... Вот сюда. Здесь 8 тысяч пушек. А вот эту армию, например, отправить в Каталонию. Поближе к Франции. Или, может быть, куда-нибудь на территорию вот сюда, чтобы их можно было забрать. И нам этой армии хватит с головой. Это 31 тысяча. Что они обслуживают? Они, получается, и тут помогают, и тут помогают. То есть, надо будет правильно распределить наши тысячи, чтобы они нормально зашли. Кент, окей. Дальше. Ну, я думаю, что... Ну, мы можем посмотреть, конечно. Но я думаю, что тут все будет очевидно. Это сейчас я Пизу обращаю. А самое ближайшее у нас по религиозному единству, если выставить и вниз провести, там, где его больше всего 16 месяцев. Давайте вот это. Ферензе. Ферензе. Это же что у нас? Тоскана. Это один регион. То есть, мы сюда влепим в будущем. Этот самый. И дикт, и плюс еще одна миссионерская сила будет. Есть лошадиная сила, есть миссионерская сила. Верону захватили. Ну, и как обычно, рогатая жаба высадила. Кого высадил, куда высадил. В крепость высаживать не буду. Какие вспышки эпидемии какие-то происходят. Вы о чем? Так. Все. Здесь мы восстание раздавили. Еще два распространения у нас. Чего-чего-чего? Дикари тут восстали напоследок. А, Грузию освободили. Это мы куда-то можем поставить серьезного парня. Значит, идешь сюда. Венецианский армии фиг знает где. Тут армию можно делить напополам. Часть останется тут. Нам же с Россией воевать. Где у России теперь столица? Столица теперь вот тут. То есть, надо 30 тысяч сюда подвезти. А часть оставить тут. Пусть контролируют. А ну-ка, рогатая жабка. Вот сюда еще какая-то прибыла небольшая сила. Первое марта. Есть у нас восстание. Не, восстание нету. Да, и напомнить себе, что на самом деле хотел поставить командующего хорошего. Вот этого командующего, если повезет. А, да тут уже все. Тут, кстати, все предрешено. Можно было наемников не нанимать. Тут нам маневренность не нужна. Он и так дойдет, а тот и так захватит. Приостановит немножко эту мирную военную аннексию. Что нам? Кораблики, по сути, тут не нужны. Торговые суденышки. Обратно пусть ползут. 50 тысяч. Это все у нас чисто беспехотная армия. Ну, попробуем ее вывести отсюда. Сюда мы армию привезем сильную, так что без проблем. все, дипломат свободный есть. 80 счета у нас есть. Может, эта крепость нам помешает, конечно, захваты сделать, но с Венецией надо перемирие заключать, чтобы все отдать, кому нужно. Давайте смотреть. Во-первых, и прежде всего, мы берем Генуя, тут прям без вопросов. 14 сверх расширение, это неприятная крепость, я бы монтую, взял бы, это как следствие и продолжение. Это тоже очень неприятная крепость, тут сразу коэлициантов против нас поувеличится. Что бы еще неприятное такое взять? Из крепостей. Наверное, вот это, и они готовы отдать. Сам остров Венеции, если они, конечно, там крепость построят, это будет 6. Вот это я бы взял, но не могу. Надо вот так вот дорожку взять, это 47,6. А типа сюда никак. Вот это можно взять. И вот это. Да, даже Милан можно взять. Серьезно. 73,7. И плевать на всех этих коэлициантов, откровенно говоря. И это можно взять. И это можно взять. И это можно взять. 85,6. Раз, два. Да мы все крепости венецианские позабираем. Теперь Венецию просто кроме одной все крепости. Крит она уже не отдает. Там можно заставить ее забыть. А если не заставлять забыть? Может она что-то еще отдаст? Да, вот эту вот провинцию готова отдать. Столицу, конечно, не готова отдать. 92,5. А ну давайте посмотрим, переварим мы это или не переварим. Сейчас 6 марта, время у нас есть. Получается, да, переварим, если мы Сорию и Кастилия-ла-Виеджу отдадим. Отдадим Каталонию, то у нас будет практически максимум. Ну что ж. Финита ля Венеция. Финита ля Венеция. Смотри, как мы тебя обглодали. Нет, конечно, еще есть холмы, чтобы строить. На лупку не хочет забивать. Никаких репараций. Ничего не надо. Даже денег от нее не возьму. Видите, это прям, прям упертый максимум. А вот Крит она не хочет отдавать. Крит слишком жирный. Хотя Крит я мог бы отдать мамлюкам, чтобы они его присоединяли. А ну-ка, у мамлюков есть? Территории нету. Давайте посмотрим, а за счет чего мы могли бы, к примеру, забрать Крит? Если бы мы не взяли вот это. А дальше вопрос только, ну, вопрос дороги. Мы взяли бы Крит, например. Но тогда у нас не было бы дороги. Не было бы дороги у нас в эту крепость. Но нужна ли дорога, если есть крепость? Все-таки как-никак, но я Крит хочу забрать венецианцев и отдать его мамлюкам. Даже готов серьезными территориями ради него пожертвовать. 83,3, 224 национализировать. Холмы, угодья. Заберем, чтобы в холмах не было проблем. Жаба хочет забрать все. Так, мамлюки, а зачем нам, чтобы они дольше того? А, этого. Так вот, как-то. Да, отправляем. Ну, не знаю, согласится ли коалиция собраться против меня. С их стороны это будет крайне опрометчиво. Так, Каталония. Подарить провинцию. Сорью. Окей. И... Кастилия-ла-Вьеджа. Окей. И Крит. Чего-чего с их связано? Оно с расширением случится. Оно с чего-то увеличится. А с какого перепугу? А, они не национализировали вот это еще. Потому что я тут решил у них построить, передышку им дать. Ну, это быстро построится на самом деле. Но то, что они это не национализировали, это плохо. Они могут не успеть. 24 развития, 30 развития и 13 развития. Хотя бы, чтобы это национализировали. Мне... Даже я бы прервал здесь строительство. Хотя, ладно. Не буду прерывать строительство. Давайте посмотрим, что у нас по национализации. Все вот то, что мы захватили, мы спокойненько можем национализировать. А, ну-ка. 87,4. И даже больше. Дипломат освободится. Мы сможем потребовать территории еще от кого-то. Так, а теперь самое страшное зрелище. Австрия не может вступить в коалицию. Франция не может вступить. Испания не может вступить в коалицию. А мелкие, наверное, не решатся и испугаются. Хотя, с мелкими мы скоро воевать будем. Прям жестко и много. Так. Что там у нас? Если мы хотим биться с Австрией. Если мы хотим биться с Австрией. То куда нам лучше перевести наш армия? Кто у Австрии союзник? Ливонский орден. Невер. Лотаринги. Зальцбург. Равенсбург. Савоя. Да ладно. Лимит снабжения 31. Что-то как-то слабо. 31 и 33. Прям хотите, чтобы я армии делил? Нет проблем. Сколько-то отсюда надо будет войску везти. Вопрос сколько. Ладно. Как можно быстрее надо будет увезти. И перевезем еще часть войск вот сюда. И прям под брюшье Австрияка. Ударим. Признать религиозные секты. Еще бы задание выполнить. Моульмьен. Завоевать какой-то. Невер просит право прохода. Да, конечно. Давай. Воюйте. Это не наша война. И мне хорошо, когда вы там очень хорошо друг друга побиваете. Теперь эффективность торговли будет значительно ниже. Так. Севилья. 37 дукат. О, хороший совет. Спасибо. За Севилью мы многое получим. Вопрос. Что у нас следующее? Франция. 1660. Конец года. Россия. Июль 1662. И у Исуги 63. От Мина можно забрать провинцию опять. От Авы провинцию. На Данию напасть. Османскую империю. Это то, что первоочередно. То есть, по сути, нам нужны те, кто будут воевать с Францией. Франция. Кто у тебя в союзниках? Ильза, Сардиния, Брабант. Брабант в союзниках. То есть, тут будет проблем с Брабантом бакабить. А ну-ка пока сюда. Тарисков в восстании нет. Молодцы. Нет командующего. Сколько у нас? 71, 95. Вообще бы наемников не прочь объединить. 66. Посмотреть, где здесь еще будут восстания. Куда-то сюда отвезти нашу армию. И теперь куда-нибудь вот сюда отвезти армию. Хотя тут тоже есть армия, которая готова позаботиться. И самое главное. О чем я успешненько позабыл. Так как оно мне не надо. Поэтому почему бы не забыть об этом. Да, жапка? Это, я ж отсюда собираюсь армию забрать. Это делается вот так вот. И сюда перевезем эти армии. Так, как я там говорил. Выделить вассала Новгород. И нам надо как-то улучшить с Каталонией отношения. Как? Можно улучшить с Каталонией отношения. 12 тысяч пушек. Ну, маловато, конечно. Ой. А это не тот флот. Он нам никого никуда не привезет. А где флот, который кого-то куда-нибудь привезет? Вот он. Он опять не туда плывет. Если я собираюсь воевать с Австрией, а потом с Османской империей. Куда мне все эти флотилии вообще перевозить? Чтобы хоть с кем-нибудь воевать. Ну, я могу, к примеру, линейные корабли перевезти. 21 штуку вот сюда. Так как у меня тут заруба будет знатная. Ладно. Галеры, голевоты можно оставить вот тут вот. И забыть про них благополучно. Потому что на них плевать. Такс. Как вас перевозить? Вас бы всех сюда перевезти. Вы очень хорошо зайдете на территорию Венгрии. Тут надо посмотреть, кто проигрывает. Речь Посполитая Любек. Австрия, кстати, выигрывает в этой войне. Потому что речка, наверное, сосредоточилась на каком-нибудь Ливонском ордене. То есть это дело такое. Пока такой счет, это... Да, согласится. Давайте. Вы там тоже войну ведете. С удовольствием побивайте друг друга. Содержание армии немного малех увеличилось, как и содержание крепостей. Ну что? Каталония. Ты там... Крастить не начинаешь? Вообще неплохо было бы, пока они национализировать не могут. Построить здесь Финитуля Комедию какую-то крутую. Тут-то я везде построил Финитуля Комедию. Пусть они это все дело обратят. Может, я, конечно, зря так переживаю. Переживал бы лучше о своих. Колониальная ассамблея. Рекюанская лаплата. Желание свободы увеличится. А ну-ка. Да что-то как-то без проблем. Что-то как-то без проблем. Но морячки по чуть-чуть подумирают. Придется опять к кому-то обращаться. 22 дня у нас. Ну, ты там собираешься докрещивать? Это дело. Я бы как бы предпочел уже сюда Эддикт вправлять. Да, тут проценты тоже нарастают. Кёльны миры заключают. А что, остановилась? Да. Остановилась. Нет командующего. Восстание авианское есть. И давай вот сюда. Тут риски восстания. И также вот сюда нужно, наверное, кого-то привезти. Потому что тоже риски восстания. Не надо нам вообще блокировать мамлюков. Не такая у меня цель. Чтобы мамлюки вообще загнулись и погибли. 30-30-30. Эльзас, Сардиния, Брабант. Брабант может выставить какую-никакую армию. Сардинию мы проконтролируем. И откуда мне войска взять? Может отсюда, из какой-нибудь Скандинавии? Есть тут еще какие-то риски восстаний. Вот туда надо повезти, значит, армию. И чтобы вообще было весело, 87-4 отправим с авой перемирия. Да, еще не закончилось? Или с ланной? Легче на самой ланне посмотреть. Так, если я хочу угрозой войны потребовать у тебя это или это. Ты не отдашь ни то, ни другое. Блин. И этот тоже что-то прям не хочет отдавать. Военная усталость, конечно, за пару месяцев сойдет. Мы можем пока попробовать какие-нибудь манипуляции с вот этой девочкой. Там династические браки, подарки. 50 дней у нас опять есть. Ой, так. Армии, которые ясно, куда могут пойти. Ну да, сюда придется докинуть еще войска на этот фронт. Так-то Австрия не та, которую можно так просто заставить что-то сделать. Они не слабые. Так-то, еще один месяц. Еще один месяц. Увезем вас сюда. Увезем вас сюда. Если начнется восстание, то разберемся. Забыл про то, что могут повстанцы восстать. Но я как раз шел вот в эту провинцию. И вот эта армия сюда подойдет. И мы восстание подавим. Например, пусть будет вот так вот. Они начнут сражаться, а эти как раз подойдут на помощь. Но, 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 но. Не все так просто. Надо продолжать перевозить силы. Я мог бы объявить папе войну. Но опять же, надо дипломат, чтобы это посмотреть. Жалко, что я не могу потребовать ни у какой кореи ничего. Это бы вписалось для моей топочки очень хорошо. И эти 20 тысяч, если я могу сюда. Не, не могу. Значит, другими корабликами перевезу. Давай, посмотрите. Как здесь? Весь такой маленький лимит снабжения. Да, 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 да. Невер приняла предложение о мире. Не, 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 не. Never say never. Мы получили престиж. И самое приятное, мы получили супер колонию. Это придет 14-го Это придет 9-го То есть нас как раз поддержат Блин Вот это вот Я бы сказал Жопа с ручкой Причем такая мощная Жопа с ручкой И это надо будет решать тоже Можно перевезти сюда Чтобы здесь тоже армии были Ну правда конечно отсюда если что Армии большие пойдут А можно опять же продолжать перевозить сюда Вопрос только что мы перевозим Пехоту да без пушек Значит сюда Все просто определяется И само и взаимо И само взаимо И садамаза взаимо Так ладно Плывем сюда Что где Вот это еще перевезти Надо конец месяца ждать Так Теперь мы с вами можем Вполне себе Диктовать условия миру Можно опять проверить Может за этот месяц Что-то изменилось Конечно не изменилось Им пофигу Они как не отдавали Так и продолжат не отдавать Упорствующие глупцы Отдайте Мне эти территории Ну здесь я конечно Угрожать войной Не могу Не буду Ой француз Прям подготовлен Это чисто такой намек Ливонский орден Не придет Лотарингия Зальцбург Равенсбург И Савоя Хотят Причем очень Брабант тоже Хочет Прям спешит А если например У меня перемирие с ним Да Трир Невер Франция Гольштейн Брабант Сардиния Ильзас Ну то есть Я Ты о чем Зальцбург Трир Оно небольшое Где этот Зальцбург Где этот Трир Это где-то Равенсбург Тут Трир вроде побольше Мне просто так Не хочется лезть В Сари Вы не представляете Насколько Сильно мне не хочется Лезть в Священную Римскую Империю Но Что это означает Союзник Брабант Будет считаться Своющей стороной Он может призвать Своих союзников То есть Францию Гольштейн Невер И Трир Угрожать войну Я не могу Но Австрия Сейчас В очень Нехорошей Позиции В очень Нехорошем Положении Поэтому Это у нас Все карты Можем давить Ее Как Хочем Тут нам Претензия Нужна Есть Конечно Такие Сришки Ого Нифига Себе Сришка Мы С Ольденбургом Уже были Как-то Воевали Брабант Трир Зальцбург Рига Ну Как вариант Можно Оттяпать Гольштейн Как вариант Можно Оттяпать Гольштейн А Мин Ава Да Мин За все Придет Не переживай Ты только Не волнуйся Мин Всюду Придет Мы к этой войне Пока не готовы С мином Разбираться Да Это мелочевка Османская Империя Придет Османскую Империю Конечно Ну Правда Разбивать Ее Какой Смысл Если у нас Перемирие Заканчивается В 65 Лучше Не трогать Ее Живее Будем Так-то Июнь Нападение Нападение На Францию Брабан Сардиния Ильзас И все От Франции Забираем Много Всего Пока Мы до 62 Перевариваем Это все Дело До февраля Франция Мы быстро Заберем Не Хотелось бы Конечно Очень Хотелось бы С кем-нибудь Быстро Повоевать Трир Зальцбург Можно Попробовать Занять Еще Рим Это Как Вариант 14 И 39 Развития Нам Совершенно Не Помешают Вот Вообще Не Помешают Но Как я Говорю Нам Нужна Венгрия Тут Хоть Бери Доклепай Претензию На Эту Долбаную Австрию Но Эта Претензия Будет Делаться 100 500 Легче Уже Напасть Но Опять Начинаешь Нападать Лезут Проблемы Лотаринги Не Проблема Зальцбург Равенсбург Не Проблема Савоя Проблема Или Не Проблема Она И так Войне Находится Вряд ли Она Своей Армии Приведет Она Наверное Армии На территории Речки Держит Как и Австрия Это Была Бы Изи Окупация Пока Крепости Небольшие Может быть Мы Повоевим С Австрией Это В принципе Будет Громадная Война Брабант Мы Утихомирим До войны С Францией Потом Объявим Войну С Францией Выделим Вассала А пока У нас Дипломат Пока Будем Воевать С Австрией Будет Улучшать Отношения С Каталонии Да Военной Усталости У нас Почти Нет Поэтому Надо Реализовывать Рекюанский Мирозавоевательный Потенциал Господа Нельзя Никак По другому Все Планы Совершены Встретимся С вами В следующей Серии Рекюанского Мирозавоевания И помните Что все стримы Рогатой Жабы Пока На этом Канале Висит Проклятие Великого Ютубовского Бана Проходят На Рогатой Жабе 2 Ссылка В описании Под видео На Рогатую Жабу 2 И Ну это Бывший Канал Софитори И Ссылка В шапке Канала Там Прям Написано А Также В рекомендованных Каналах Все Есть Всем Пока И всего Хорошего